Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «Семь минут». Сохраняющаяся нестабильность в обществе, снижение уровней жизни, рост безработицы, потеря нравственных ориентиров. Все это называют факторами, которые способствуют наркотизации населения. Отговорка для тех, кто не хочет жить по-человечески. Людям вообще свойственно находить причины, а не возможности. Наш регион, к счастью, хотя бы здесь, не на ведущих позициях. Об истинном положении дел сегодня говорим с заместителем начальника управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Владимиром Бухановым. Ситуация в регионах достается сложной. Довольно-таки ряд факторов, как ранее влиял, так и влияет на оперативную ситуацию в регионе. Это и транзит наркотиков из южных регионов в Центральную Россию. Это и местная сырьевая база, обусловленная произрастанием конопли, других наркотиков, содержащих растений. А также изготовлением наркотиков из лекарственных препаратов. Дизаморфин до сих пор еще пока не изжит до конца, хотя его значительно меньше стало. Ну и еще большой массив – это поставки наркотических средств синтетического происхождения из-за границы, в частности из Китайской Народной Республики, тоже в Центральную региону России. Вот данными факторами обуславливается оперативная обстановка на территории Рязани и Рязанской области. Из южных республик много наркотиков поступает? Считается, что они, в общем-то, большую часть привозят. Так ли это на самом деле? Ну, для нашего региона это не совсем актуально. Это актуально, например, для Москвы, для Санкт-Петербурга. У нас большую часть, то, что они привозят, это в основном героин. Большую часть привозят действительно транзитные пассажиры, те, которые едут на работу в Москву, в Санкт-Петербург. Вот в этом году изъято уже почти килограмм героина таким образом. Ну и вот остальное – это, во всяком случае, синтетика, которая идет из других регионов, не из Центрально-Азиатского региона. Когда вы задерживаете местных, скажем так, наркофермеров, как они себя ведут и как долго им требуется подготовить свой участок к такому производству непростому? Статья расходов – это они стараются как-то закамуфлировать свои посадки или высаживать их в труднодоступных местах, где малолюдно, где никто не ходит, и там потом собирают урожай. Поэтому и работа наша, соответственно, образом строится в отношении таких земледельцев. Вот и есть довольно-таки большие положительные результаты. У нас каждый месяц в течение всего года изымаются крупные партии марихуаны. Это от килограмма и выше. В основном это как раз вот те партии, которые и этого года уже выросли, и запасы с прошлого времени, которые люди потихонечку пускают в оборот. Новичков в этом деле много или это уже люди со стажем? Ну, в основном-то это люди уже, которые не первый год занимаются и знают, что они делают, имеют свою клиентскую базу, и не только на территории Рязани и Рязанской области, а есть люди, которые приезжают из других регионов, в частности из Московской области. И здесь вот были случаи, здесь люди только выращивают, а сбывают уже на территории Московской области. Обычно продавцы и покупатели, они местные, как правило, или это один приезжий, один местный? Как это происходит? По-разному бывает. Бывают люди и местные, бывают люди и приезжие, бывают люди, которые специально приезжают, например, на лето отдыхать, там, и в теплицах сначала, в теплицах, а потом под открытым воздухом высаживают. А кто, как правило, вам помогает, кроме ваших сотрудников? Ну, кто наблюдательный, скажем так, увидел не совсем тот урожайный участок? Есть и местные жители по телефону доверия сообщают, ну, есть и наши свои собственные методы работы. Вот буквально за последний месяц мы несколько раз приезжали за комментариями в ваше управление. Может быть, вы еще раз озвучите самые крупные партии, которые вы изъяли за определенный период времени? У нас было примерно с начала этого года изъято несколько посылок с синтетическими наркотиками, которые поступали и из-за границы, и из дальнего зарубежья, и из ближнего зарубежья. Также был пресечен канал поставки синтетических наркотиков из Китайской Народной Республики. Совсем недавно завершились оперативно-расследовательные мероприятия в отношении граждан-уроженца Грузии, который жил здесь на территории Рязанской области, и цыганки, которая жила в Московской области. Занимались они сбытом героина как на территории Московской области, так и на территории Рязанской области. Вот такой показательный пример. Например, когда проводили обыск в Московской области, то даже во время обыска приходили люди за определенным весом. Было бы задержано порядка десяти человек, которые пришли за наркотиками. Также были задержаны граждане, проживающие на территории Рязанской области. Один из них гражданин цыганской национальности, другой таджикской национальности. Хотя оба граждане России, здесь у них, они занимались сбытом наркотических средств героин, то же самое. Вот у них было изъято больше 400 грамм героина. Группа действовала на территории Рыбновского района, Рязани и Кораблинского района. Как правило, мы говорим о них не совсем благополучных в какой-то степени. То есть безработные, но кто занимается. Но идут так же, как и за самогоном. Вроде как денег нет, но зелье-то, в общем-то, дорогое. Как вы объясните эту ситуацию? Почему вот такая статистика? Нет, занимаются люди совсем не, как вы сказали, не такие, которые от безысходности. И есть люди, которые действительно зарабатывают на этом ремесле большие деньги. И сами не принимают. И сами не принимают наркотики. Вот тоже у нас недавно завершили мы оперативно-розыскные мероприятия. В настоящее время один человек находится под домашним арестом, другой арестован. Которые занимались тоже пересылкой наркотических средств синтетических, как из-за рубежа суда на территорию России. И потом отправкой посылок по различным регионам Российской Федерации. Вот было изъято 9 посылок, больше 8 килограмм наркотиков. И эти люди зарабатывали очень большие деньги на торговлю вот этим вот зельем. Я так понимаю, скремить проблему в принципе не удастся никогда. Может быть, можно как-то ее сделать на другом немножко уровне, помельче. Может быть, есть какие-то законодательные вещи, о которых мы обязаны знать или договора? Да, недавно вступил в силу новой поправки Уголовный кодекс, который реально ужесточает ответственность за сбыт наркотических средств. Там появились такие новые статьи, вернее, части статей, которых раньше не было. Это и сбыт наркотических средств в условиях мест лишения свободы, сбыт, там определенная ответственность более усиленная, сбыт наркотических средств посредством средств массовой информации, в том числе и посредством сети интернет. Это и сбыт наркотических средств. Вот сейчас градации есть. Это значительный, крупный, особо крупный размер. Из-за сбыт наркотиков в особо крупных размерах до пожизненного лишения свободы. Также введена новая статья, это касающаяся контрабанды наркотических средств. Непосредственно раньше была статья просто контрабанды веществ запрещенных, а сейчас именно статья по контрабанде именно наркотиков на территории Российской Федерации. И за это там тоже предусмотрена ответственность за контрабанду в особо крупных размерах вплоть до пожизненного лишения свободы. Я так понимаю, в общем-то не пугают эти законодательные изменения тех, кто занимается наркопроизводством? Ну, я думаю, некоторых заставляют задуматься. Сеть интернета все-таки для всех. То есть мы имеем возможность абсолютно все зайти на какой-то сайт, посмотреть телефоны. Это так просто делается, вы выставляете свой телефон, и человек ждет, когда на него позвонишь. Практически лицо сбывающее, лицо приобретающее, они друг друга могут и не знать, и друг друга никогда не видеть. И познакомиться случайно по переписке обезличенно. Но, тем не менее, у нас есть метод работы в отношении таких лиц, и уже уголовные дела такие возбуждены, и сейчас некоторые уже рассматриваются в суде. Вполне можем с таким методом, с таким видом преступлениям бороться. В том числе, это мы выходим и с предложением о закрытии доступа к этим сайтам, находящимся как на российских серверах, так и на серверах за границей. Доступ российских граждан к таким сайтам ограничивает. Давайте напомним нашим зрителям телефон горячей линии, по которой они могут сообщить, что где-то торгуют наркотиками. У нас есть круглосуточный телефон доверия 8 800 157 67, на который любой гражданин бесплатно может позвонить с любого номера, как с городского, так и с мобильного, и рассказать свою информацию в любое время суток. Круглосуточно там находится человек, который принимает данную информацию. Спасибо вам за встречу. Нашим телезрителям хочу напомнить, не оставайтесь равнодушными, это может коснуться каждого из вас. Это была программа «Семь минут». До встречи. Субтитры подогнал «Симон»